ТАШКЕНТ Подобный продуманный подход вкупе с огромными инвестициями, направляемыми на развитие всех сфер – промышленности, инфраструктуры, транспорта, коммунального хозяйства, цифрового развития, энергосбережения, экологического благополучия – дает результат. Но насколько темпы реформ на этих и других уровнях отвечают требованиям сегодняшнего дня? Насколько тесно и эффективно работают с людьми ответственные руководители, оперативно решают их проблемы? Анализ показывает, что число проектов и программ важно увеличить. Потому особое внимание сегодня наращиванию потенциала и определению в открытом диалоге новых точек роста, действенных точек роста. Именно данная актуальная тематика задала конструктивный настрой, состоявшийся сегодня внеочередной сессии Кенгяша народных депутатов города Ташкента. В ее работе принял участие президент Шавкет Мерзиёев. В начале своего выступления лидер страны выразил удовлетворение встречи с общественностью столицы и акцентировал внимание на актуальных вопросах сегодняшнего дня. Мы, подчеркнул глава государства, живем в сложное, полное противоречии конфликтов и вызовов время. Причем международная ситуация становится все более серьезной. Потому одной из важнейших задач в таких условиях является снижение негативного воздействия данных процессов на нашу экономику и доходы людей. Для этого прозвучало важно в полной мере использовать имеющиеся возможности для укрепления экономической базы махалей и увеличения доходов населения. Для того, чтобы здание выдерживало внешние воздействия, необходим крепкий фундамент. А фундаментом нашей страны является махаля. Если экономическая база махали крепка, если у людей есть возможность зарабатывать больше, жить лучше, обеспечивать образование своих детей и чувствовать уверенность в завтрашнем дне, тогда будет стабильность и развитие, сказал Шавкет Мерзиёев. В этом контексте выделены проблемы в деятельности ответственных лиц и неиспользуемые возможности в районах. Например, в городе Ташкенте много инвесторов и предпринимателей, желающих реализовать проекты, но земли недостаточно. Создание условий для них возможно путем регистрации неиспользуемых земель, выставления на аукцион 979 участков и 175 гектаров земли, перешедшей из категории сельскохозяйственной в категорию промышленных и жилых зон. В Янги-Хайотском районе создается специальная промышленная зона Янги-Авлот площадью 764 гектара. Местные и иностранные предприниматели выразили интерес к реализации проектов на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это даст возможность создать десятки тысяч рабочих мест. В столице требуется трудоустройство 80 тысяч экономически активных граждан. Вместе с тем существует 98 тысяч вакансий на предприятиях и в организациях столицы. Необходим новый подход к обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. Предстоит еще многое сделать для улучшения качества жизни жителей Ташкента. Поэтому на сессии рассмотрен организационный вопрос. Глава государства предложил на должность Хакима города Ташкента кандидатуру Шавката Умурзакова, исполняющего обязанности Хакима столицы. Шавкат Умурзаков родился в 1979 году в Ташкенте. Многие годы работал в системе прокуратуры. С 2018 по 2023 год он был председателем правления акционерного общества УЗА «Автосанаат». С прошлого года он исполняет обязанности Хакима города Ташкента. Депутаты местного кенгяша имели возможность в течение года оценить его работу. Народные депутаты и представители общественности высказали свои мнения о кандидате. По итогам голосования Шавката Умурзаков был утвержден в должности Хакима города Ташкента. Главное, что государство подчеркнул, что такое высокое доверие, оказанное народными избранниками, требует от нового Хакима большой ответственности, неустанного труда и самоотверженности. Он вместе со своими заместителями, Хакимами районов, руководителями секторов и банков, а также Махалинской «семеркой» должен создать достойные условия для жителей столицы. Привлекать инвестиции, организовывать новые высокодоходные рабочие места, сделать столицу еще более благоустроенной. Словом, активно работать на основе новых подходов, ставить перед собой высокие цели, делать все, чтобы люди были удовлетворены жизнью. На сессии проанализированы возможности экономического и социального развития города на примере Юнисабадского района. За последние 7 лет в район было вложено 1,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что позволило увеличить количество предприятий, торговых и сервисных объектов до 3,5 тысяч и создать 20 тысяч рабочих мест. Были построены новые жилые дома для 6 тысяч семей, созданы 8 тысяч ученических мест, открыты три высших учебных заведения. По площади Юнисабад занимает первое место в Ташкенте и второе по численности населения. В районе проживает 376 тысяч человек в 64 махалях. Юнисабад является лидером по объему налоговых поступлений, хотя на душу населения этот показатель не самый высокий. Доля районов промышленности столицы находится на последнем месте. Исходя из этого обозначены неиспользуемые возможности для повышения доходов населения. В частности, 9 филиалов банков в Юнисабадском районе станут мостом между крупными клиентами и 64 махалями. С увеличением доходов семей вырастет и спрос на продукцию предпринимателей, являющихся клиентами банков. Это принесет выгоду как предпринимателям, так и банкам. Теперь финансовым институтам предстоит активно включиться увеличение доходов населения и стабильное развитие экономики района. Для клиентов, создающих рабочие места, будет снижаться процентная ставка по кредитам. Помощники Хакима будут обучать безработных в соответствии с требованиями предпринимателей. Ответственным лицам дано указание создать Юнисабадский опыт поддержки предпринимательства и повышения благосостояния населения. А с целью улучшения экологии в столице Центробанку и Минфину поручено разработать новые механизмы покупки населения в автомобиле и соответствующих стандартам Евро-5. Благодаря своему удобному расположению Юнисабад имеет множество точек роста для бизнеса. С целью привлечения новых инвестиций можно реализовать проекты в сфере торговли, услуг и питания на базе старых сооружений или зданий государственных организаций, что позволит создать 7 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. В условиях ограниченности земли необходимо развивать промышленность и торговлю за счет вертикального расширения инфраструктуры. В частности, есть возможности для расширения дыканских рынков путем повышения этажности. Перестройка зданий в малой промышленной зоне до 3-4 этажей позволит дополнительно получить 200 тысяч квадратных метров пространства. Кабинету министров поручено утвердить программу инвентаризации государственных объектов, не использующихся эффективно и замены их проектами, создающими высокодоходные рабочие места в промышленности и сфере услуг. В сфере социального обслуживания можно создать тысячи рабочих мест, увеличивая число проектов государственно-частного партнерства. Например, строительство нового здания для городской больницы номер 7 позволит использовать освободившуюся территорию для возведения многопрофильной клиники на 420 мест с участием корейских партнеров. В прошлом году 4400 учащихся окончили 44 школы района. И что важно, тысячи из них набрали высокие баллы Айлс. Из них 3500 или 78% поступили в ВУЗы. Одной из причин такого результата является то, что 2-3 класса каждой школы были переданы на основании договора во внеурочное время в пользование частным образовательным центром. На сессии была подчеркнута важность расширения этого опыта. По результатам исследований в Юсабаде были определены возможности привлечения 600 миллионов долларов инвестиций и создания 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Правительству поручено изучить все районы и создать в городе Ташкенте 250 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и привлечь 2 миллиарда долларов инвестиций. Поставлена задача внедрить в столице передовой международный опыт промышленности, инфраструктуры, предпринимательства и коммунальных услуг. Отдельное внимание уделено вопросам благоустройства махалей. Важно в духе национальных традиций активизировать работу по озеленению улиц и дворов, поддержанию чистоты территории при руководящей роли председателей сходов граждан и представителей старшего поколения. Для стимулирования этой работы глава государства предложил провести конкурс и подарить по итогам года электромобиль самой образцовой махале. Это предложение было горячо поддержано. О том, как вместе, задействовав механизмы комплексной государственной поддержки и инициативы, генерируемые на низовом уровне в родных махалях, сделать столицу еще более современной, экономически и инфраструктурно развитой, удобной для жизни каждого, говорили участники этой встречи. Аксакалы, депутаты, председатели сходов граждан, представители интеллигенции, молодежь. И даже люди творческие, вдохновленные ритмом перемен, посвящали масштабным изменениям в стране и столице, наполненные особой теплотой, рифмованные строки. О том, что даже самые смелые планы в Новом Узбекистане всегда будут поддержаны. Инициативы во благо людей. Вновь и вновь отмечалось, что только объединив усилия, проявляя активную гражданскую позицию, и, будучи ответственным за свой участок реформ, можно добиться поставленных целей. Сделать Ташкент современным, комфортным, умным, ориентированным на людей мегаполисом. Указ президента Республики Узбекистан о назначении Умурзакова на должность Хакима города Ташкента в соответствии с пунктом 15 статьи 109 и статьей 124 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Ташкентского городского кингяша народных депутатов назначить Умурзакова Шавката Бурановича на должность Хакима города Ташкента. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мурзиёев. В целом, на внеочередной сессии Ташкентского городского кингяша народных депутатов внимание было акцентировано на актуальных вопросах сегодняшнего дня. Проанализированы возможности экономического и социального развития столицы. Кроме того, обозначены неиспользуемые возможности для повышения доходов людей. Отдельно остановились и на благоустройстве махалей. Сегодняшнее совещание прошло по-особому. На мой взгляд, в такой форме это мероприятие проходит впервые. Как отметил президент, 22 декабря на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству Узбекистан переживает новый этап своего развития. Это чувствовалось и сегодня. Президент проанализировал ситуацию не только в разрезе Юнусабадского района столицы, но и всех остальных районов республики. Ведь самая малая территориальная единица нашей страны – это район, а с точки зрения гражданского общества – это махаля. Как отметил руководитель страны, если развитие начнется с них, затем переходя в районы, только тогда будет развиваться страна в целом. За семь лет произошло очень много событий, повлиявших на жизнь людей. Вместе с этим президент уделил особое внимание вопросам безопасности, мира и спокойствия. Президент не раз отмечал близость этих понятий и духовностью, и просвещением людей. Одного без другого не бывает. Глава государства, говоря об экономическом состоянии районов, сказал следующее. Каждая семья должна быть счастливая, жить в спокойствии. Мы должны осознать, что Новый Узбекистан не построит один, десять тысяч человек. Это дело всей нации, всего общества. Мы сейчас не имеем права испытывать чувство усталости. Я, как председатель Махали, хочу сказать, что и ночью наши двери открыты. Пять-шесть лет назад люди приходили в поиски нас и задавались вопросом, чем махаля может нам помочь. Сегодня мы уже ходим по домам, ищем тех людей, которым нужна помощь. Тех, кто сам не может прийти, наши сотрудники посещают их на дому. Именно в этих целях глава государства уделяет Махале такое внимание, и именно поэтому по его инициативе была буквально начертана система работы махалинских семерок. Все заняты непосредственно исполнением своих функций. Наши махаля, не буду скромничать, одна из лучших. Я прекрасно помню, как пять лет назад здесь были заросли камыша, а сегодня ничего не узнать. Это прям настоящий город. Все жители довольны, с удовольствием живут, работают, проводят свободное время. Более 600 домов было построено и то, что сегодня за определенными участками закрепленной банки, это также выгодно и самим финансовым институтам, ведь жильцы становятся их клиентами. К тому же они обеспечивают работой населения и носят большую лепту в развитии территории. Потому президент поставил и перед нами, и перед ними конкретные задачи. На сегодняшнем совещании с участием президента я была в одушевлении от слов президента. Махаля – это фундамент общества. Наша главная задача – создать достойные условия для жизни людей. Президент проанализировал то, как мы должны работать совместно с махалинской семеркой, на примере Юнос-Абадского района по всем направлениям. Был поднят вопрос о том, как подталкивать предпринимателей к своей деятельности и почему одним кредитом ограничиваться нельзя. На данный момент сотрудниками банков ведутся изучение населения, после чего оказывается поддержка в реализации бизнес-проектов. Это обязательно скажется на дальнейшем развитии предпринимательства. Обеспечение занятости также является приоритетной задачей членов органов самоуправления граждан. Мы должны создать условия, при которых молодежь будет тратить время с пользой. Я была очень рада, когда президент в качестве примера привел талантливых людей, которые вышли из простых семей. Я также желаю, чтобы в моей Махале были такие одаренные жители. Предоставив им возможности, которые имеются на сегодняшний день, мы обещаем быть помощниками нашего президента. В этот священный месяц Рамадан состоявшиеся совещания с президентом можно рассматривать как историческое. Глава государства открыл новую страницу в жизни Махали. Появилась слаженная и полноценная система – Махалинская семерка. Ее прерогативу, согласно принципам Махалябай и Хонаданбай, изучаются и решаются проблемы населения, причем коллегиально. Предпринимаются все меры по качественному выполнению поставленных задач, направленных на улучшение качества жизни населения. Сегодня Махаля – это маленькое государство внутри Большого. Это не будет преувеличением. В частности, после рабочей поездки президента в Сайхунабадский район к председателям Махалей начали прикреплять сотрудников банков. Они интересуются вопросами и проблемами, которые имеются в их микрорайоне. Это в первую очередь повышает роль председателя Махали в несколько раз. Он осуществляет контроль за остальными членами Махалинской семерки. Регулируя эти аспекты, им ведется работа по доведению реформ, преобразований, сути и значения построения нового Узбекистана в каждый дом, в каждую Махалю. Это повышает нашу ответственность вдвое. Нам осталось лишь преданно отдавать своей работе, думать о завтрашнем дне. Сегодня глава государства отметил то, как должны вести деятельность руководители. На сегодняшний день они должны быть всесторонне развитые, разбираться в социальных и экономических вопросах, находиться в непосредственной близости с населением, посредством личного изучения проблем. Только такой руководитель сможет добиться успеха. Помимо этого президент немало высказал относительно безработицы. Отмечено, что в качестве главного индикатора должна стать совместная работа банков и населения. Я считаю, что это будет действенным механизмом. Мы стали свидетелями того, что представители банка посещают дома людей. Как говорил лидер Узбекистана, так можно выявить по-настоящему перспективные проекты и уже потом помогать с финансированием, предоставлением льгот. Благодаря этому, безусловно, начнет снижаться уровень безработицы и бедности в стране. Дав анализ социально-экономическому состоянию Юнособадского района, президент определил, как должны развиваться и другие районы столицы. Таким образом, Ташкент станет поистине мегаполисом. За всем этим главное — создание максимально благоприятных условий для проживания человека. Послушав речь президента, я была очень воодушевлена. Не было сферы или отрасли, на которые президент не остановил своё внимание. Руководитель страны, отмечая важные преобразования в нашей жизни, напомнил нам о роли Махали и действующей в ней Махалинской семёрки. Глава государства указал, что для достижения поставленных целей необходимо трудиться. Также среди обсуждаемых вопросов оказалось здравоохранение. В частности, улучшение системы исследований методом скрининга. Семейные врачи должны быть в тесном контакте с населением. В большинстве — работать с молодыми семьями, следить за состоянием их здоровья, интересоваться этим. Современный Ташкент в ритме перемен. Это ощущается и в реализации перспективных проектов, открытий современных и, главное, нужных для людей объектов. На сегодняшний день в столице проживает и работает примерно 4-5 миллионов человек. Цифры растут в геометрической прогрессии, а значит, необходимо увеличивать потребности в жилье, энергии, школах, больницах, торговых комплексах. С проводимой созидательной работой сегодня ознакомился президент Шавкат Мурзюев. Локации, которые посещал глава государства, в видеообзоре моих коллег. То, что дальнейший прогресс государства зависит от уровня знаний подрастающего поколения, прописанная истина, которая в основе всех реформ в сфере образования. Она же по инициативе руководителя страны постоянно совершенствуется в соответствии с передовым международным опытом, в унисон ускоряющемуся ритму преобразований в Новом Узбекистане. Имя охвачена в частности и общеобразовательная школа номер 5 Юниусабадского района столицы. Ее посетил президент. Данное учебное заведение было построено еще в конце 60-х годов прошлого столетия. И на протяжении многих лет оставалось без должного внимания. Сегодня же ее не узнать. За счет выделенных 20 миллиардов сумм из государственного бюджета в 2020 году здесь провели реконструкцию, после которой школа приобрела вот такой современный вид. Со всеми необходимыми условиями для организации учебно-воспитательного процесса на самом высоком уровне. Именно он ныне в приоритете и задает тон всем инициативам в этом направлении. Спасибо нашему президенту за то, что в школе прошла такая реконструкция. Раньше школа немножко была морально устаревшая, но на данный момент школа оснащена всем требованиям. В школе также имеется стим-лаборатория. Так как мой ребенок интересуется наукой, мне очень нравится, что ребенок может проводить различные опыты по физике, химии. Большое внимание уделяется развитию иностранных языков. Благодаря данным условиям ребенок с большим интересом ходит в школу, рассказывает о том, как интересно проходят уроки. Наша школа раньше была морально устаревшая. На сегодняшний день она расцвела, она помолодела. В школе появилось много кабинетов, много оборудования, где дети могут заниматься, развиваться, где много интересных разных приспособлений. На сегодняшний день у нас здесь есть все для этого. У нас великолепный спортивный зал, у нас прекрасная столовая, у нас прекрасные IT-кабинеты, где дети могут заниматься. Да у нас просто во время перемены дети могут классически отдохнуть. Выйти, посмотрите, здесь можно посидеть, отдохнуть. Все, что нужно для ребенка на сегодняшний день, здесь есть. Глава государства подробно ознакомился с каждым аспектом деятельности общеобразовательного учреждения. В распоряжении учеников и педагогов 65 ученических и 12 классов по обучению иностранного языка. Две STEM-лаборатории, способствующие творческому развитию ребят и формированию у них основ инженерной мысли. Имеется также каоркинг-зона, пять компьютерных классов и библиотека, подключенная к Национальной библиотеке имени Алишера Новаи. В результате предоставленных таких возможностей в прошлом году из 165 учеников данной школы, 163 ученика поступили в различные отечественные и зарубежные вузы. За последние годы мы являемся свидетелем того, что у нас в республике происходит колоссальное изменение именно в сфере народного образования. Что мы можем отметить? В первую очередь, конечно, это нововведение о оценивании учащихся, их знания. На сегодняшний день в 87 школах проходит новое оценивание знаний в городе Ташкенте. За последние годы внедряется новая система индексообразования. Это PISA, TIMSS, PEARLS, и наши учащиеся уже оцениваются на международном уровне. То, что дает, конечно же, в будущем большой результат. И наши детки будут обязательно учиться в Гарварде, например, или в других каких-то престижных университетах уже с хорошими знаниями не только языка, но и естественных наук. В каждой школе внедряется обязательное изучение двух языков и одной профессии. Для чего это нужно? Это, конечно же, будет развивать мировоззрение наших детей. И после окончания школы не каждому дано поступить в высшее учебное заведение. Если же ребенок будет обучаться профессиональному образованию, у него будет профессия. И после окончания школы он уже будет хорошим специалистом, который, естественно, принесет пользу для государства. Ну а знание языков – это в первую очередь всесторонне развитое поколение, которое будет работать, учиться и в будущем продвигать нашу республику во всем мире. В одном из учебных кабинетов по технологии руководитель страны искренне побеседовал с учениками пятого класса, которые после занятий обучаются швейному делу, вышивке, а также познают секреты кулинарного искусства. Это очень интересно и, знаете, это вдохновляет ребенка. Они сами же это орнаменты рисуют и сами же это вышивают. Они делают какие-то футляры для своих очков, для телефона, даже брелки. И специально же такие же сделали подушечки для рюкзака. Им это очень нравится и это вдохновляет. Они с этим с удовольствием работают. И даже такой вот случай у нас был, чтобы они друг другу это дарили. Вот у нас имеются скетчбуки. Это вот программа скетчбук. Девочки у нас с этим с программой работают. Они с этим застают свои дизайнеры, свои элементы. С этого идеи они создают свое изделие. В чем выигрыш? Это им на будущее. Они могут свою профессию найти в этом. Вот у меня у девочек уже есть такое. Я буду дизайнером, я буду конструктором. У них есть какая-то цель. Я учусь в шестом классе. Вышиваю полеро из ткани атлас. Я вышиваю на машинке однострочки. Здесь очень интересно и очень хороший коллектив. Мне здесь очень нравится. В первой четверти мы готовили. Во второй четверти я училась вышивать юбки. И в третьей вот я делаю мини-костюмчик полеро. В будущем я мечтаю открыть свое ателье магазин. Также учащиеся школы демонстрируют положительные результаты и в изучении иностранного языка. Для чего из-за рубежа пригласили высококвалифицированного специалиста. Сейчас я являюсь ученицей 11 класса. И благодаря внедренной нашей программе разговора или обучения с иностранными учителями, уровень английского наш очень повысился. И благодаря нашему президенту, который создал нам необходимые условия, новые технологии, интерактивные доски и так далее, все это очень сильно сказывается на улучшении качества уровня образования. Словом, все для гармоничного развития подрастающего поколения, укрепления знаний и навыков. О мой родной Узбекистан, полей бескрайних караван, Ты самый солнечный, красивый, гостеприимный, край любимый. Твои цветущие поля и вдоль дороги-то поля, Сады и леса, гор снежных башней, которых нет на свете краше, Все говорит о красоте, земли великой и доброте. На сегодняшний день мы, учителя начальной школы, развиваем в детях критическое мышление, творческое мышление, креативное мышление. Мы учим их каждый день в своей деятельности использовать творчество. Творчество во всем. Так как мы, учителя именно начальной школы, Начальная школа сама по себе является очень важным этапом, когда у ребенка развивается личность ученика, любовь к образованию, к обучению, к получению знаний. Эти знания, которые они получают, они используют, конечно же, во всей своей дальнейшей жизни. Кроме этого, мы, учителя начальной школы, сейчас делаем очень особенный акцент на развитие родной речи, то есть узбекского языка. С первого класса, когда ребенок приходит в школу, мы в нашей программе, вот в наших новых учебниках, есть очень много информации о любви к родине. Например, на уроках воспитания в каждом учебнике, в каждого класса, и первого, второго, третьего, четвертого, есть очень много материала именно для подрастающего поколения, любовь к родине, любовь к махале. Мы развиваем в детях любовь, уважение, знание Конституции с первого класса. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, развитие в них, любовь к родине – одно из важных составляющих стремительного развития нашей страны. В рамках посещения президента также состоялось ознакомление с деятельностью Директорского совета города Ташкента, который начал свою деятельность в январе текущего года. Укрепление материально-технической базы школ страны повышает и качество образования. Так, за последние 7 лет отремонтировано 5137 школ и создано 643 тысячи новых ученических мест, что позволяет широко внедрять в практику лучшие стандарты мира. О чем говорят и следующие результаты. В последние годы Узбекистан поднялся в индексе образования в составе индекса человеческого развития с 81 до 71 места. В глобальном инновационном индексе со 122 места до 82. В направлении человеческого капитала с 76 до 65 места. В рамках программы «Пирилс 2021, Таймс 2023» запущена практика оценки грамотности школьных учителей и учащихся по соответствующим предметам. Все это направлено на гармоничное развитие молодежи, стремящихся глубоко овладевать знаниями, к самореализации и внести свой достойный вклад в дальнейшее развитие родного Узбекистана. Самобытность и имидж нации отражаются в ее культуре и искусстве. По этой причине, по инициативе главы нашего государства, созданы детские школы музыки и искусства, отвечающие современным требованиям. Цель – коренным образом усовершенствовать сферу, привлечь побольше молодежи и найти среди них настоящие таланты. По становлению президента от 2 февраля 2022 года в образовательных учреждениях реализуются меры, направленные на повышение музыкальных знаний и навыков учащихся и студентов, формирование в их сердцах любви к национальной культуре, выявление и поддержку молодых талантов. Немного статистики. Сегодня в 325 детских школах музыки и искусства обучаются около 90 тысяч мальчиков и девочек по 14 направлениям, таких как эстрада, игра на народных, струнных, духовых и ударных инструментах. За последние годы реализованы меры по обеспечению детских школ музыки и искусства необходимыми музыкальными инструментами и инновационными техническими средствами. Результатом деятельности данных школ можно назвать тот факт, что ежегодно более 500 учащихся принимают участие в республиканских и около 100 международных конкурсах различного уровня. Эффективность мер также зависит как от педагогического потенциала школы, так и от таланта детей. Развитие музыкального слуха требует от преподавателя высокого мастерства. В этом смысле вопрос подготовки кадров также является первостепенной задачей. Глава нашего государства ознакомился с деятельностью детской школы музыки и искусства номер один имени Торуб Джона Содихова, расположенной в Махале-Хашкар, Юносабадского района столицы. Здесь президент также побеседовал с педагогами и учащимися. Президент подчеркнул, что искусство служит воспитанию духовно богатого поколения. Любовь к искусству необходимо формировать с детского возраста. С этой целью указано на важность гармонизации программ общего и музыкального образования. Поставлена задача усиления взаимодействия между школами искусств, высшими учебными заведениями, театрами и другими культурными учреждениями. В нашей стране все школы обеспечиваются музыкальными инструментами, что способствует развитию интересов и талантов молодежи. Это также служит передачей молодому поколению традиции Макома, искусства бахши и классической музыки, которые являются нашими культурными ценностями. Учебное заведение начало свою деятельность с 2023-2024 учебного года. В современном здании на 250 мест созданы все условия для занятий и получения качественного образования. Уроки организованы по 12 направлениям. Школа оснащена новейшими музыкальными инструментами и оборудованием, коммуникационными средствами. На строительство школы в прошлом году выделено 24 миллиарда 800 миллионов сумм. В распоряжении детей 45 учебных кабинетов, один компьютерный класс, библиотека, два актовых зала. В библиотеке собрано более 5,5 тысяч учебников и партитур. Ежегодно более 100 учащихся данной школы успешно участвуют в республиканских и международных конкурсах. Если раньше в одной школе было одно или два фортепиано, то сейчас более 10 таких музыкальных инструментов. В распоряжении учащихся даже рояль и другие дорогостоящие инструменты. Специалисты, долгие годы работающие в сфере, отмечают, что раньше внимание к детским школам музыки и искусства было очень слабым. 10. 15 лет назад в таких школах обучались всего по 6-7 направлениям. Музыкальное образование получали 2,5-3 тысячи детей, а сегодня этот показатель превысил 10 тысяч. Педагоги также отмечают, что с нетерпением ждали этих дней. Каждый преподаватель здесь обучает детей в хорошо оснащённых кабинетах и работает над собой. Соответствующим постановлением президента педагогам предусмотрена надбавка до 40%, исходя из результатов, достигнутых их учениками. На сегодняшний день построена такая огромная инновационная первая музыкальная школа. Все условия обновлённые на высшем уровне благодаря нашему президенту. Она на сегодняшний день построена на 250 человек. Но учатся на сегодняшний день 406 у нас детишек. 12 у нас разных направлений. Конечно, много у нас детей есть, которые участвуют на международных конкурсах, получают первые хорошие призы, первые места, гран-при даже. А также у нас и других тоже направлений, например, с хореографией, там скрипка, фортепиано. Точно так же у нас много международных лауреатов. На сегодняшний день, конечно, дети очень радуются, потому что таких условий не было раньше. Она у нас обновлённая полностью. Вы сами как видите, у нас инструменты даже всё привезли с зарубежа. Все фирменные инструменты, дорогие инструменты, благодаря нашему президенту. Да, это новое поколение музыкантов. Таланты, прославляющие новый Узбекистан на весь мир. Президент также посетил одну из старейших махалей столицы. Махаляя Гульбозор. Местные жители издревле занимались различными ремеслами, и их жизнь была всецело связана с базаром Чорсум, широко известным на Востоке. Здесь предпринимчивые граждане ищут национальную одежду. Кузнецы обрабатывают металлы и превращают их в произведения искусства. Есть также гончарная мастерская. Важно понимать, что всё это не произошло просто так. Поддержка предпринимателей со стороны государства и отдельные указы и постановления позволили увеличить количество субъектов предпринимательства. Плюс к этому адресная работа, проводимая со стороны Махалинской семерки, помогла решить множество проблем местного населения. В том числе речь идёт и о сокращении бедности. Наш президент подписал отдельное постановление касательно нашей Махалин-Гульбазар. Есть отдельный пункт, где говорится об организации туристической улицы. Уже в этом году нам удалось в полной мере реализовать этот проект, намеченный главой государства. Знаете, в Самарканде и в Бухаре вы сможете увидеть большие древние монументы и достопримечательности. Но это уже совсем другой опыт. Показать историю страны через такие старинные Махали, сохраняя первоначальный вид. Здесь они увидят жизнь простого населения и хремесленничество. Я думаю, в будущем поток туристов будет увеличиваться. Инициатива главы государства даёт свои результаты. Благодаря субсидиям и кредитам 8 граждан уже запустили свой собственный бизнес. А ещё до конца года планируется реализовать дополнительно 21 проект. На это сейчас есть спрос и прежде всего интерес самих граждан. Состоялось открытие туристической Махали и в рамках этой Махали также был представлен шоу-рум, где работают также 20 женщин и девушек из этой Махали. На какой основе они с вами сотрудничают? Какая выгода от этого для них? Мы с ними работаем на основе концепции Устас Шагерт. Мы их обучаем ремеслу по разным направлениям, которые они выберут. Затем они могут изготавливать свои изделия, свою одежду. После того, как они произведут готовое изделие, они могут принести в шоу-рум и под нашим брендом реализовать его продажу. Какой профит для них, если они будут выпускать уже товар с добавленной стоимостью? Если наглядно показать, то это примерно как отразится на их финансовом состоянии? Ну вот, например, давайте рассмотрим. Вот этот чапан, расшитый себе стоимость чапана 100 долларов. Они могут его здесь продавать по 400 долларов. Это вызывает очень большой интерес у наших иностранных туристов. Продолжат работы и в области туризма. Внедрять еще дополнительно 5 видов оказания услуг. Есть планы по организации гостевых домов на территории Махали. Расположен также отель, готовый принять гостей со всего мира. Очень приятно, что наш уважаемый президент посетил наш Махалю. Было очень приятно увидеть его. Мне очень понравилось, что созданы такие условия, когда именно в самом сердце старого города создается такая замечательная Махаля, где наши гости из-за границы, и даже из Узбекистана, они смогут увидеть, как выглядел Ташкент в 19 веке. Все-таки будет иностранцам, нашим туристам тоже интересно окунуться в эту атмосферу. Таких мест очень много. Сагбан, Хастыман. Там вокруг этих районов очень много старинных улиц, где еще потенциал очень большой. Можно строить гостиницы, целые улицы просто сохранять, чтобы они служили, как говорится, нашему будущему и показывали нашу историю. Еще одна уникальная черта проекта – организация небольших гастронимических локаций в национальном стиле. Это позволит туристам не только увидеть, как готовят национальные блюда, но и принять участие в их приготовлении и впоследствии насладиться их незаменимым вкусом. Очень приятно, что в нашей Махале уже появляются места, где наши гости могут попробовать узбекскую кухню. Уже построено несколько объектов, где можно будет попробовать именно наши национальные блюда. Раньше, когда у нас гости спрашивали, где здесь можно поесть, мы отправляли куда-нибудь на Чарсу-базар. Ряды, где готовят национальные еды, но вы сами понимаете, что это немножко далеко отсюда и неудобно добираться через базар. А вот сейчас в пешей доступности буквально в двух-трех минутах от нас уже открываются места с национальной кухней. И чайханы, и кафе, и рестораны. Это очень приятно. Спасибо государству, что поддерживают так сферу туризма. У нас фактически полный карт-бланш. Только надо работать. Провести время в Махале-Гульбазор означает окунуться в прошлое во времена пестрых базаров, ручного труда ремесленников, таинственных рецептов национальной кухни, древних традиций и обычаев. Все это захватывающее и неописуемо интересно. Туристам из зарубежных стран и не только, но и местным гражданам, уставшим от суеты большого города, гарантированы незабываемые ощущения от путешествия в прошлое в центре огромного города. Это очень интересная часть Ташкента. Старый город, очень красив. Приятно гулять и наблюдать то, как здесь постарались сохранить старинную архитектуру. Это на самом деле впечатляет. Гостиница, где я остановился прошлой ночью, очень уютно и красиво. Мне нравится дизайн и особый восточный подход к клиентам. Я приехал из Австралии, это мой первый день. Первые впечатления отличные. Намерен за эту неделю еще больше изучить эту прекрасную страну. По соседству открылись постоянные экспозиции под названием «История хлеба и путешествия в Старый Ташкент». В целях создания туристической инфраструктуры Махали также строится современный трехзвездочный отель «Частный воз». Тем самым создается еще 130 новых рабочих мест. Ознакомившись с новыми проектами Махали, глава государства отметил необходимость внедрения данного опыта и в других Махалях столицы и поставил ряд конкретных задач перед ответственными лицами по привлечению туристов. Ташкент – город, где формируется особая духовная атмосфера, объединяющая все артерии страны и бьется ее пульс. Говорить о Ташкенте в контексте современной культуры – это значит сделать акцент на такие важнейшие атрибуты его развития, как внешний облик, архитектура, ее соответствие социальному статусу столицы, инфраструктура. Каждый из этих аспектов в фокусе личного внимания руководителя страны. Достаточно вспомнить его слова. «Ташкент – наша прекрасная столица, крупнейший город нашей страны. За пять лет мы смогли создать условия для инвестиций и предпринимателей. Были построены новые дома, современные объекты. Теперь необходимо думать о будущем и четко определить стратегию. Иначе через 10 лет жизнь в городе усложнится. Инфраструктура не выдержит дополнительной нагрузки». Цитирую президента. «Отныне у нас нет права на ошибку. Если мы не сделаем проект, смотрящий на 50 лет вперед, учитывающий все удобства для народа, город останется без архитектуры, без экономики, без экологии», говорил глава государства в ходе ознакомления с презентацией генплана столицы наперед до 2045 года. «Да, Ташкент – крупный мегаполис. Но не стоит забывать о том, что численность постоянного населения перевалила за 3 миллиона. По прогнозам аналитиков, к 2050 году эта цифра может приблизиться к 5,5 миллионам. И то не считая тех, кто временно проживает в Ташкенте. И наряду с увеличением населения необходимо думать не только о создании необходимых жилищных условий, но и о соответствующей инфраструктуре и адресах, которые позволят обеспечить самозанятость и вообще в целом полезный досуг подрастающего поколения. И проект «Новый Ташкент» – тот самый ключ к решению данного вопроса». 18 марта 2023 года открывается новая страница в истории столицы. Президент дал старт строительству нового Ташкента, подчеркнув, что цель проводимой работы – обеспечение достойного будущего нашего народа. Соответствующее постановление руководителя страны, вышедшее в марте того же года, придало дополнительный мощный импульс в реализации намеченных задач. Как идут работы в этом направлении? Всё ли на должном уровне? Как эти инициативы отразились на настроении людей? Ответы на эти вопросы были получены в ходе посещения президентом Республики Узбекистан Шавката Межзиоевым территории возведения нового Ташкента. В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, широкой общественности, деятели искусств. Глава государства говорил о целях и значимости проводимой работы в жизни столицы. Как отмечалось, в рамках проекта Новый Ташкент на территории 20 тысяч гектаров будут созданы благоприятные условия для проживания 1 миллиона человек с обеспечением соответствующей инфраструктуры. В частности, на первом этапе будут построены многоквартирные дома на 60 тысяч жителей, 30 школ, 20 детских садов, многопрофильная больница и 5 семейных поликлиник. Как отметил руководитель страны, при реализации проекта будут использованы современные подходы к урбанизации. Например, будет реорганизована транспортная система. Общественный транспорт Нового Ташкента будет состоять только из электробусов. При этом, исходя из принципа «зелёный» и «безопасный город», будут созданы комфортные условия для свободного передвижения пешеходов и велосипедистов. Здесь же разместятся университет Нового Узбекистана, кампус Ташкентского государственного педагогического университета, новое здание национальной библиотеки, театр школы творчества. 3 апреля 2024 года. Ещё одна важная дата в истории Нового Ташкента. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мельсиоев дал старт запуску всех этих крупных четырёх объектов. Ну а теперь более подробно об объектах, строительству которых был дан старт главой государства. Кампус университета Нового Узбекистана, проектная стоимостью 409 миллионов долларов, предусматривает создание необходимых условий для качественного обучения и полезного досуга молодёжи. Будут функционировать пять факультетов по таким направлениям, как инженерия, менеджмент, агротехнологии, гуманитарные, естественные и социальные науки, цифровые технологии. Также в здании кампуса разместятся библиотека на 1150 мест, спортивный комплекс на 1200 мест, музей и мультимедийная студия, жилые комплексы для преподавателей и студентов на 286 и 2028 мест соответственно. Немаловажно то, что образовательные программы разрабатываются на основе немецких стандартов с участием профессоров и преподавателей Мюхенского технического университета, занимающего 30-е место в мире. Сдача в эксплуатацию намечена к 2027 году. Ещё один вуз, который расположится на территории данного массива новый кампус Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. В рамках проекта будет возведено учебное здание площадью почти 85 тысяч квадратных метров, здание общежития для 5000 студентов и 100 преподавателей общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Также планируется построить современный спортивный комплекс, стадион на 750 мест и амфитеатр. Детский сад, школа, лице и вуз. То есть, по сути, это некий образовательный классер, предусматривающий создание условий для качественного образования с самого раннего возраста. Здесь на более чем 10 тысяч квадратных метрах будут расположены детский сад, школа на 616 мест, а также лицей на 588 мест. В университете будет налажена деятельность 54 кафедр, где будут готовить будущих специалистов по следующим направлениям. Узбекский язык и литература, иностранные языки, физика, математика, естественные науки, музыка, педагогика и психология, дошкольное образование и так далее. Сдача объекта в эксплуатацию намечена к 2027 году. Национальная библиотека. Ещё один адрес просвещения, который появится на территории Нового Ташкента. В рамках проекта будет построено четырёхэтажное здание библиотеки общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. В этом здании разместятся галерея, кафе и кухня. Также в библиотеке будет установлено специальное оборудование, предназначенное для длительного хранения, подсчёта и стерилизации книг. На крыше объекта планируется установить солнечные панели. Срок ввода в эксплуатацию декабрь 2025 года. комплекс искусства «Махом». Ещё один объект, строительству которого дал старт руководитель страны. Он расположится на 8,5 гектарах. Стоимость проекта 70 миллионов долларов. Здание будет состоять из четырёх главных блоков. Это университет узбекского языка и литературы и специализированная школа имени Алишера-Наваи. Международный научный центр имени Алишера-Наваи. Международный конференц-зал на 400 мест. Государственный литературный музей. Представители широкой общественности, деятели искусств, которые приняли участие на церемонии запуска крупных объектов, выразили слова искренней благодарности за те реформы, которые происходят сегодня не на словах, а в действии. Отмечалось, что возводимые адреса будут служить интеллектуальному, духовному, физическому развитию подрастающего поколения, обеспечению приятного и полезного досуга людей. И в основе всех этих реформ главный принцип – честь и достоинство человека.